Ребята, всем привет! Меня зовут Юля. Меня зовут Слава. И мы пара... Почему я так люблю начинать? Ну ладно, вы знаете, что мы со Славой давно вместе, и на наших каналах выйдет две части такого видео, и у нас никогда еще на каналах не было таких видосов, где мы отдельно друг от друга отвечаем на одни и те же вопросы. Я думаю, это будет очень интересно, потому что таким образом мы проверим, насколько хорошо мы друг друга знаем, а кто не знает, мы уже три с половиной года вместе и живем вместе, я думаю, что будет очень весело, если кто-то что-то не ответит правильно и не угадает. Я думаю, будет очень напряженное видео, а значит что? Значит вам должно это понравиться. Да, вы задали кучу разных вопросов, у нас их очень много, мы их разделим на два канала, конечно же, поэтому как только посмотрите это видео, обязательно посмотрите видео Славы на его канале по ссылке в описании. Ну и мне хочется скорее приступить. Каждый из нас не будет слышать, что отвечает другой, конечно же, вот, и я очень волнуюсь, потому что я не знаю, что будет отвечать Слава, я даже не знаю, что буду отвечать я, и потом при монтаже это будет взрыв мозга. Погнали! Я точно знаю, сколько мы вместе, уже три с половиной года, я думаю, что Юля вообще не ошибется в дате, потому что она вообще по датам профи, она прям помнит каждую минуту, я помню, что когда мы только начинали встречаться, она мне каждый месяц говорила, Зай, мы с тобой месяц вместе, Зай. Наступил февраль, она говорит, Зай, мы с тобой два месяца вместе, ну в общем, три с половиной года мой ответ. Мы начали встречаться, там был такой вопрос, я скажу, 10 декабря 16 года, следовательно, через шесть дней будет ровно три с половиной года, три года шесть месяцев, как мы вместе. Надеюсь, что я правильно посчитала. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Верно! Сейчас пускай это будет Плачу на техно, группа, это как их, Крем Сода. Это очень сложно, я не думаю, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что я его типа не знаю, просто у Славы столько любимых песен, если посмотреть какие-то последние. Я думаю, вряд ли у него есть одна любимая, но, возможно, если он назвал несколько своих любимых, то я скажу, Плачу на техно, например, да? Сейчас скажу, сейчас скажу. Она не любит какую-то конкретную песню, в принципе, как и я, она слушает много всего разного, ну, короче, ее любимая песня, несколько песен, это вот с последнего альбома Крида, там, девочка с картинки и Барби треки. Я думаю, что ответ более или менее будет в ее, ну, стиле, ну, то есть я думаю, что так и есть. Я не знаю, что ответит Слава, что ответил, но у меня любимая песня, вот эта какая-то, Бени, Бени, Стелла энд Стив. Ну, я просто могу, а, Super Lonely, вот эта вот, Super Lonely, она мне нравится, ну, в последнее время, хотя, честно говоря, я уже замучилась ее любить. Если считать первое свидание сразу, как мы познакомились в ресторане после съемок, если это считать первым свиданием, наше первое свидание в ресторане, я пригласил Юлю, и Юлину маму, и свою маму, и мы встретились в ресторанчике, попили вина. Я на Кузнецком мосту, есть очень классный молдавский ресторан, и я их туда пригласил, это было наше первое свидание. Я помню тот момент, самое смешное, что мы оставили наших мам, и где-то там в середине всего ужина сказали мамам, что мы подышим свежим воздухом, и сами ушли по Кузнецкому мосту гулять, я помню. Вот это было наше первое такое свидание. Я на 100% уверена, что Слава на этот вопрос ответил иначе, потому что Слава немножко иногда торопится выйти, точнее, забегает назад и думает, что просто вот даже короткая история, он думал, когда я у него спросила, когда мы с тобой начали встречаться, знаете, что он мне сказал? 20 ноября или 22 ноября, это день съемок его клипа. Я говорю, ты что, с ума сошел? Мы не могли тогда начать встречаться, мы с тобой только познакомились в этот день. Ну, в общем, Слава считает так. Ну, конечно, сейчас он уже знает точно, что мы не тогда начали встречаться. Я знаю, какие у нас были в самом начале свидания, и я думаю, что Слава решил, что наше первое свидание было, когда мы пошли с мамами нашими в ресторан, потому что после этого мы офигенно вместе гуляли, катались по ночной Москве, гуляли по ночной Москве, но для меня все-таки это, наверное, не первое свидание, поскольку мы пришли в рестораны с нашими мамами, и как бы это была просто классная встреча, и вот, то есть я считаю, что наше первое свидание прошло так. Он меня очень долго звал на кофе, мы пошли с ним пить кофе в кафе рядом с моим домом, потом мы просто спонтанно решили поехать в кино, и я даже помню первый фильм, который мы вместе посмотрели, Слава тоже это знает, «Фантастические твари» первую часть, когда она только вышла в кино, но это было круто, я очень рада, что как-то так сложилось, что этот первый фильм, который мы посмотрели вместе, потому что Слава очень сильно любит Гарри Поттера, я тоже, и это как бы, ну, продолжение такое, ну, не продолжение, да, а что там, то, что как бы до... Но суть не в этом, потому что это относится все-таки к этой вселенной Гарри Поттера, и прикольно то, что вот первый фильм, который мы посмотрели вместе, был именно такой. Ну, это сложно сказать, на какую тему мы с ней ссоримся Знаете, мы можем поссориться, на какой канал кому видео снимать Вот сейчас это видео мы снимаем на два канала На мой и на её Ну и как бы вот на эту тему мы тоже с ней можем поругаться Типа, вот почему мы снимаем на твой канал, я хочу на свой И я также, когда мы снимаем видео, я говорю Я тоже хочу на свой канал что-то снять, давай разделим видео на две части Ну, может, можем вот так поругаться Но тоже я не назову это руганью, потому что, ну, это вот как бы поболтали, грубо говоря, сказали свое мнение и что-то общее нашли Это так сложно, у нас нет какой-то определенной темы, на которую мы постоянно ругаемся, скорее всего, это, может, какие-то бытовые моменты, мелочи, хотя, честно говоря, даже не знаю Даже не знаю, что вот в бытовухе такого, из-за чего мы могли бы ругаться Мы можем, знаете, из-за чего поругаться? Вот даже недавно у нас была такая мини-ссора по поводу капель от клещей для собаки Я сказала то, что я хочу отвезти ее к ветеринару, чтобы ей там прокапали, а Слава говорит то, что зачем? Мы сами это можем сделать, сами можем прокапать Я говорю, нахрена, когда можно сразу там купить, и сразу же там профессионал это прокапает Ну, в общем, из-за этого у нас была такая мини-ссора, которая очень быстро переросла, что там вообще было? Ну, в общем, вы поняли, да? Ну, я, наверное, да, наверное, я признался Он, я так рада! Конечно, я тоже, я тоже чувствовала это чувство И, конечно же, я ответила ему сразу же взаимностью Ну, она мне показалась очень забавной, очень красивой Ну, как показалась она, она и была тогда, ну и сейчас есть красивая Она мне понравилась и внешне, и внутренне, она меня зацепила своим характером Особенно ее шутки мне понравились Ну, и в целом по жизни она всегда такая, ну, позитивчик, то, что мне нравится Ну, мое первое впечатление о Славе было, типа, вау, какой красавчик Он никогда не обратит внимания на меня, он мне так понравился И еще первое мое впечатление о нем было то, что он слишком, слишком мил со всеми Меня одно время даже бесило, наверное, это в нем Слишком он, бляха, муха всех любит Я еще помню, я думала, типа, интересно, я ему нравлюсь, или просто он ко мне так хорошо относится Потому что я актриса в его клипе, потому что, кто не знает, мы так и познакомились, когда я снималась у него в клипе Мой самый большой страх, это, наверное, ну, наверное, потерять себя Может быть, даже где-то, ну, не реализоваться в том, что я люблю В том, что я хочу сделать то, что мне нравится делать Самый большой страх, ну, это, конечно же, близкие, чтобы всегда были со мной рядом И никого из них не потерять Ну, я думаю, что тоже, наверное, страх именно потери близкого человека Не знаю по поводу одиночества, если у него, например, такой страх Потому что я, в принципе, тоже как бы не хочу быть одинокой, да, это тоже можно отнести к моему страху Но все-таки в наших отношениях как будто бы Слава больше мог бы быть в одиночестве, чем я Но почему-то мне кажется, что, может быть, он этого даже и боится Хотя он по натуре такой волк-одиночка, типа, знаете? Я думаю, что это тоже может быть его страх Итак, ребят, не обращайте внимания на то, что наш костер плавно сменился на Лос-Анджелес Я думаю, что, возможно, Слава боится высоты Но, наверное, это не самый большой главный страх в его жизни Возможно, также он боится не реализоваться В принципе, такой страх есть у многих Я тоже хочу классно прожить эту жизнь Поэтому я думаю, что примерно такие страхи Я думаю, что для Юли очень страшно тоже потерять своих близких Мне кажется, это для любого человека страшно Но еще я знаю, что Юля боится букашек Она боится пауков, тараканов, всяких там Вот это за этим наблюдать действительно очень интересно Поэтому, если вы видели наши влоги, когда мы были в Турции, в Греции Я помню, когда какие-то букашки к нам залезали в отель, в номер Юля так орала просто Она иногда так кричит Мне кажется, что что-то реально серьезное случилось Она говорит, а, это муха! Я говорю, что, серьезно, муха? Даже не знаю, сложно сказать Наверное, потерять кого-то из близких Наверное, это мой большой страх Я, в принципе, даже не знаю, чего еще я в жизни так боюсь Как вот именно того, что кого-то из моих родных не станет рядом со мной Вот Мне кажется, что многие этого боятся И, с одной стороны, вроде как, ну, нужно понимать Что, к сожалению, как я в своей новой рубрике даже говорила Что в этой жизни все не вечно Поэтому я считаю, что обязательно нужно ценить моменты, проведенные с близкими Хотя есть у меня еще один страх Не знаю, может быть, не знаю, говорил слова об этом или нет Не знаю, насколько он об этом вообще думает, не думает У меня, наверное, из-за того, что я очень сильно хочу детей Хоть и не сейчас, не в данный момент в своей жизни Но из-за того, что я очень сильно о них мечтаю У меня есть какой-то страх, что, а вдруг мне не получится Или еще что-то, типа, знаете Ну, мне кажется, это тоже нормальный страх Многих девочек, которые мечтают о ребенке Что вдруг не получится Не знаю, я уверена, что все будет хорошо Если посмотреть на мою маму, которая три раза родила Я уверена, что с этим все в порядке И я в этом не сомневаюсь Но вот именно был у меня такой страх В голове сейчас, наверное, как-то уже нет такого Но это тоже один из таких вот страхов у меня в жизни Ну и понятно, что говорить там про всяких пауков, змей Это, конечно, да, я даже мух боюсь и бабочек Ну, я Юлю называю, ну, малышка, ну, зая Ну, всякими милыми, ми-ми-ми Я ее плюшечкой называю Не спрашивайте, откуда это Откуда это название, откуда это слово Просто плюшечка Мне кажется, это очень мило Зай Зай чаще всего Но также Ну, я славу часто всякими милыми словами называю Могу даже сказать, мой малыш Ну, короче, знаете, по настроению Вообще, в принципе, мы очень нежные И часто друг друга ласково как-то называем Иногда даже в шуточку можем как-то поприкалываться Там всякими смешнявками друг друга поназывать Ну, вот такие мы Но чаще всего зай, конечно Зай Сложно забыть эту дату Потому что у нас в один месяц с ней годовщина То есть мы там в декабре с ней и познакомились И начали встречаться Точнее познакомились мы раньше, но начали встречаться в декабре Ну и день рождения у нее тоже в декабре И Новый год, грубо говоря, в конце декабря Короче, месяц декабрь для меня самый жесткий 28 декабря У Юли день рождения У меня день рождения 9 марта Я 94-го или 97-го Кто не знал Поэтому вот такая вот информация Слава родился 9-го марта 94-го года Я про него все знаю Ведь я сижу и смотрю нашу совместимость Да нет Ну да, знаю Он родился 9-го марта 94-го года Я ценю ее характер Я ценю ее, ну, доброту Ее юмор Ее отношение, ну, к жизни Ее, ну, она трудолюбивая очень Вот если ей что-то в голову прицепится Она прям будет к этому идти И вот ее компанейность То есть она всегда очень себе располагает Всех людей, любых людей И как бы все к ней тянутся И я к ней потянулся тоже в том числе Потому что вот, ну, мне понравилась Это ее черта характера И вообще в целом Юля мне очень понравилась Я думаю, что он во мне ценит То, что я веселая, добрая, честная, хозяйственная Ну, не знаю, мне кажется, что-то такое Думаю, он считает меня отзывчивой И то, что я заботливая Ну, я думаю, что Юля ценит во мне тоже мой характер Потому что я такой очень спокойный Могу ее успокоить, когда она в бешенстве Или когда она там раздражена очень сильно Я всегда пытаюсь решить проблемы, да Вот когда у нас что-то происходит Я всегда стараюсь решить проблему сразу Обсудить с ней это И, ну, ей нравится, наверное, как я шашлыки делаю Последний месяц мы живем на даче И мои шашлычки ей очень нравятся Ну, даже не знаю, что еще нравится во мне, наверное Ей нравится, что я занимаюсь музыкой Мне кажется, что ей это нравится Не будем ходить вокруг да около Вы узнаете сами, что ей нравится во мне А что я ценю в славе Ох, столько всего Я уже много раз рассказывала, что я ценю в нем Почему-то первое, что приходит ко мне в голову Так это то, что Когда я очень сильно злюсь Он может меня успокоить Я не знаю, как ему это удается Просто Не знаю, каким-то образом То ли наши характеры так сложились Что Когда я очень злая, например Либо напряженная Он может быть очень расслабленный И из-за этого Он может расслабить меня Ну, то есть Не знаю, успокоить меня Также ценю то, что Он может первый пойти на примирение какое-то То есть Если мы из-за чего-то поругались Очень редко бывает такое Что вот Мы просто поругались И все И сидим в разных углах Нет То есть Реально он Переступит Через какую-то гордость Возможно Начнет первый мириться Даже если Допустим Не он был виноват Грубо говоря В этой ссоре Зачинщик Назовем это так Этой ссорой была Например, я Он может первый пойти На примирение Также вообще В принципе Я ценю его за то Что он никогда Вот У него нет вот этого Знаете Типа Я гордый Я не буду Это делать То есть Он в этом плане Не такой Ценю его за то Что он может меня выслушать За то, что он меня смешит Также Даже Сегодня я ему говорила Что я его люблю За то, что он смеется Над моими шутками За это его тоже ценю Потому что Ну Не знаю Для меня это важно Также я ценю его За то, что Он умеет быть Благодарным И даже Знаете Вот казалось бы Я понимаю, что это с детства идет И за это я благодарна его родителям Каждый раз Когда, например, мы кушаем И я что-то приготовила Он всегда обязательно скажет Спасибо Хотя Ну, знаете Я сразу чувствую себя Такой взрослой Как будто бы я мама Знаете Потому что я тоже, конечно же Всегда, когда покушаю Ну Говорю там маме Ну, спасибо Мам, было вкуса Ну, то есть Вот такое, знаете И я очень радуюсь Когда он тоже так говорит И, конечно же Я тоже ему всегда говорю Спасибо Если, например Он шашлык жарил Ну, в общем Не знаю На самом деле Много всего За что я его ценю Наверное В первую очередь Еще я ценю его за то Что он просто появился В моей жизни За то, что Очень много Было каких-то моментов Знаете Из-за моего сложного характера Например Когда Вот Мне даже всегда Иногда казалось Вот все Вот сейчас Это будет последняя капля Он сорвется И все Но нет Такого не было Я его ценю за это За то, что Он знает подход ко мне За то, что он смог Найти этот подход В общем На самом деле Много за что ценю Я даже не знаю Долго могу говорить Поэтому, наверное Вот какие-то Такие основные Качества Которые для меня Очень важны В человеке Который живет Со мной, конечно же Потому что Я часто рассказываю Что я не ангел Не ангел Хотя Посмотрите на мой нимб Я думаю Она мечтает О еще большей популярности И она мечтает О семье Естественно Самое главное О детях Все по стандартной схеме О женском счастье Но также Я мечтаю Тоже реализоваться Добиться Успехов В карьере Не обязательно Чтобы Это было Именно блогерство Что-то такое То есть В принципе Конечно У меня есть Как у многих Я думаю Желание Мечта Открыть свой бизнес И Ну И кайфовать Ну и конечно же Моя мечта Чтобы все мои родные Всегда были Здоровые Счастливы Рядом со мной И чтобы у нас В принципе Все было хорошо Ну еще Я мечтаю о том Чтобы никогда Не было войны И никаких вирусов Чтобы мир Во всем мире был Вот о чем я мечтаю Я тоже хочу Еще более Реализоваться Там в каких-то областях Но я тоже хочу Семью Вот И жду Моменты Когда это Станет возможным Сделать Вот Прямо сейчас Мечтаю Уехать Из Москвы Уехать Из России Куда-нибудь В теплые края Может быть и в Россию Просто туда Где есть море Тепло Я думаю Он мечтает Стать популярным Но популярным Не так Чтобы просто Вот именно Мне кажется Что именно Признание Я думаю Что он мечтает Открыть Также свой бизнес Связанный с музыкой Обязательно Также он мечтает Ну Называть какие-то там Мелочи Ну как мелочи Типа Машины Там еще что-то Все мы мечтаем О хорошей жизни Поэтому я думаю Что он тоже мечтает О каких-то таких Вот уже Финтифлюшках Которые Само собой Появляются Когда у тебя там Есть бизнес Классный Я думаю Что он мечтает Просто о том Чтобы он Реализовался Не знаю Насколько сильно Он мечтает О том Чтобы пожениться Но я думаю Что все равно Есть у него Такие мечты Возможно Даже не то Что пожениться Я думаю Что дети Тоже Может быть Он сейчас Даже об этом И не сказал Но я Знаю Что он тоже Хочет детей Конечно же Поэтому я думаю Что тоже Это его мечта Даже если он Ее не произнес Хотя я не знаю Я наверное Удивлюсь Если он это сказал Но мне кажется Что он этого не сказал И вообще Наверное Самая главная Его мечта Одна из самых главных Это чтобы После себя Оставить какой-то след Ну в истории Да В человечестве Я думаю Что это тоже У него такая Очень главная мечта Чтобы Когда Его не станет Чтобы его дети Его внуки Правнуки Говорили о нем То что Вот он там Написал Вот эту симфонию Или что-то в этом духе Мне кажется Что Ну я не знаю Насколько точно Но мне кажется Что у него есть Такая мечта Потому что Как-то Мы об этом уже говорили Нам сейчас Пока это и не надо У нас есть Ну У нас есть цели Которые мы хотим прийти До того момента Когда Мы станем Официально Мужем и женой Мне кажется Он сказал что-то типа Ну Когда Мы к этому придем Когда Я к этому приду Но Наверное Я скажу Более конкретно Наверное Я бы хотела Свадьбу Именно знаете По своему Женскому дневнику По своему плану Я запланировала Что Наверное Я бы хотела Около 24 лет Где-то 24 Вот так вот Может быть Ну Грубо говоря Через года полтора Да Думаю Через год Через года полтора Я бы уже хотела Наверное Выйти замуж И ближе к 25 А по-хорошему Сразу в 24 Ну с половинкой Хотя бы Родить первого ребенка Но у меня Как бы такое Потому что мне хочется Быть молодой мамой И все такое В общем Мне исполнится 24 года И в принципе 22 год Очень красивая цифра Для свадьбы Как раз после зимы И скоро наступит лето В общем Что-то в этом духе Уж все решила Ну что ж Ребят Вот мы на все ответили Я пока не знаю Что вообще получилось Но вы это уже знаете А я узнаю только Когда мы будем монтировать Да И это очень сильно меня волнует Потому что Жаль что вы не увидите Наши реакции Когда мы будем смотреть На то Насколько Одинаково мы отвечаем Ну мы можем снять реакции Потом Если вы захотите Когда-нибудь Если вы захотите Мы снимем наши реакции Там или в сторис Расскажем Поэтому обязательно Подпишитесь на наши Инстаграмы Потому что скорее всего Если тут какая-то Жесть произошла Что мы очень Неодинаково ответили То мы обязательно Сделаем реакции Ну и я просто Надеюсь Что вам было весело Интересно Вы узнали нас получше Надеюсь Что после этого видео Если вдруг мы что-то Друг про друга не знали И мы узнаем Друг друга получше Хотя мне каждый раз Кажется Что еще Я могу узнать Про тебя нового А ты про меня Но каждый раз Мы друг друга удивляем Хорошо сказала Даже добавить нечего В общем спасибо еще раз Большое всем за просмотр Будьте счастливы Здоровы Не болейте Кайпуйте Любите друг друга И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok